Для начала давайте перемешаем колоду карт самым обычным способом. И я прошу зрителя сказать мне стоп, например, он сказал стоп здесь, он запоминает эту карту. И давайте уберем ее куда-нибудь в центр колоды, убедимся, что зритель ее хорошо запомнил. И уберем, например, куда-нибудь вот сюда. Теперь одно движение, щелчок и карта зрителя оказывается сверху. Давайте попробуем это повторить, я уберу ее снова в центр колоды, вы можете это четко видеть. Есть щелчок и карта снова оказывается сверху. Но это уже как-то не удивляет, давайте попробуем сделать что-то более интересное, например, найти 4 девятки. Но опять же, все это делаю я, карты нахожу я, я фокусник, это тоже неинтересно. Давайте замешаем их где-то в центре колоды и попросим зрителя помочь нам. Я просто попрошу зрителя сказать стоп в любом месте. Например, он сказал стоп вот здесь, и он идеально остановился прямо на своей карте на девятке Буби. Но опять же, это всего лишь одна карта, это легко, давайте уберем ее куда-нибудь в центр. И я прошу зрителя снова сказать мне стоп. Например, он сказал здесь, прошу его подснять эту пачку и подснять ту пачку, которая у меня в руке. Самое интересное то, что зритель остановился не на совсем обычных картах, он остановился также на 4 девятках. 9 Буби, его карта, 9 Пики, 9 Черви и 9 Крести. Вот такой вот фокус. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Неро Янг, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет очень необычная комбинация из трюков. В общем, это реально такая рутина с картами. Мне она очень нравится, я ее доделал. Она такая неплохая, интересная. Как бы вы взаимодействуете со зрителем. Сначала вы показываете фокус зрителю, потом зритель показывает вам фокус. Точнее, помогает его показывать. Если вам нравятся подобные рутины, если вы хотите больше комбинации, обязательно поставьте лайк. Ну и, конечно же, для показа фокусов нужны качественные, хорошие карты. Такие карты можно найти в магазине 54cards.ru. Это наш спонсор. В конце видео будет розыгрыш и итоги розыгрыша на колоду карт от нашего спонсора. Ну а так, в этом магазине вы можете найти и стандартные, и дизайнерские колоды карт. Сейчас кризис, и все хотят себе недорогую дизайнерскую колоду. Там есть огромный выбор карт. Есть и Bicycle Alchemia, и Bicycle Guardians, и Bicycle House Blend. В общем, вы точно себе найдете колоду по вкусу. Ссылка на магазин будет в описании. Ну а от меня вы получаете промокод на скидку 5% на любую вашу покупку, который также будет находиться в описании. Ну а мы переходим к обучению на этот фокус. Не забудьте, что в конце видео будет розыгрыш колоды карт. Итак, для этого фокуса вы берете 4 девятки, либо 4 другие карты. Когда вы увидите подготовку, вы поймете, как выбирать карты. Я беру 4 девятки и 1 карту, и это 7 буби. Вообще, это может быть любая карта, но я добавляю в этот фокус небольшую иллюзию с показом карты, когда она якобы уходит в середину, и это мне помогает делать 7 буби. Итак, как мы складываем эти карты? Вначале у нас идет 9 буби, потом 7 буби. Причем 7 я кладу так, чтобы от меня было 2 значка. То есть ко мне ближе 5, а от меня 2. После этого оставшиеся 9 в любом порядке. Все это дело идет наверх колоды. То есть у нас идет 9 буби, 7 буби, то есть одномастные, да? И дальше 3 оставшиеся 9. Все это дело идет наверх колоды вот так. Мы готовы показывать фокус. Первым делом я перемешиваю карты, сохраняя нашу подготовку. То есть я перемешиваю карты таким образом, чтобы верхние карты не были замешаны. Примерно вот так. Перемешал, все готово, карты остались на своем порядке. И теперь я прошу зрителя сказать мне стоп, пролистывая грань колоды вот так. То есть я пролистываю ее большим пальцем. И где бы зритель ни сказал стоп, все что я делаю, это перекатываю верхнюю часть вот таким вот образом в правую руку. То есть это делается вот так. Стоп. Перекатили. Это первое движение. После того, как мы перекатили эту колоду, нам нужно большим пальцем правой руки выдвинуть верхнюю карту и взять ее в эту стопку. Соответственно, это будет наша верхняя карта. Таким образом, мы навязываем карту зрителю. Хотя он говорит стоп в любом месте, ему кажется, что это случайный выбор. Как это выглядит в скорости. Зритель говорит стоп и запоминает карту. Все. Мы все, что нужно, сделали. Давайте еще раз. Стоп. Перекатили. Поставили. Показали. Зритель запомнил карту. Можно дать ему ее на проверку. И мы возвращаем эту пачку назад, чтобы наши верхние карты остались вверху. Зритель запоминает эту карту. И пока он ее смотрит, запоминает, ваша задача поставить брейк сначала на мизинец. То есть мы ставим мизинец под верхнюю карту. А потом выводим все это дело вот в такой вот брейк. Когда у нас карта приподнята просто вот так. То есть мы будем делать марла-тилд. Выдвигаем вот так. Придерживаем этот брейк. Показываем карту зрителю. И теперь вот этим вот уголком толкаем карты в центре колоды. Чтобы они вот так вот начали выезжать. Как будто мы пытаемся туда засунуть эту карту. Но на самом деле вот мы толкнули так. И теперь засовываем ее под верхнюю карту. Все это дело мы складываем. И создается иллюзия того, что мы убрали карту в центр колоды. На самом деле она у нас теперь вторая. Давайте еще раз. Зритель запоминает карту. Мы ставим в этот момент брейк. Убираем куда-то в центр. Задвигаем. Но она у нас на второй позиции. Я надеюсь это понятно. После этого мы щелкаем. И нам нужно сделать двойной подъем. Я указательным пальцем вот так вот отсчитываю две карты. И ставлю под них мизинец. После этого переворачиваю эти две карты. Ничего сложного здесь нет. Я огромное количество раз объяснял как делать двойной подъем. Зритель видит то, что его карта оказалась сверху. Под ней находится еще одна карта. Но он этого не знает. И вот здесь в игру вступает вот эта семерочка. Которая позволяет сделать нам очень классную иллюзию. Мы держим в руках вот так эти две карты. Зритель видит свою карту. Мы разворачиваем эти две карты. Говорим, что уберем ее в центр еще раз. Но в этот раз убираем спереди. Ближе к зрителю. И убираем так, чтобы торчала совсем маленькая вот такая вот часть карты. Закрываем двумя пальцами вот эту часть. Там где у нас циферка 7. Индекс. И это выглядит как идеальная иллюзия. Зритель видит в центре бубновую карту. И он до этого видел бубновую карту. Все совпадает. Все идеально. Показали. Задвинули. Снова щелчок. И просто переворачиваем верхнюю. Вторая часть фокуса заключается в том, что мы находим оставшиеся девятки. Помимо карты зрителя. Как это работает? Смотрите. Я в момент, когда я поднимаю эту карту. В этот момент можно снова дать ему проверить эту карту. Хотя в принципе вы можете просто прокрутить ее в руке. И под ее прикрытием вы выдвигаете три верхние карты. И ставите под них мизинец. Вот так. После этого я закладываю карту зрителя под эти карты. Сохраняя мизинец. И теперь все, что мне нужно сделать. От этих трех карт отсчитать большим. Средним. Его здесь указательно придерживает. Две карты. И приподнять. То есть здесь у меня две карты. Смотрите, что делает правая рука. Она приподнимает эти две карты. Разворачивает. И выдвигает вот так. Нижнюю от себя. Верхнюю на себя. А здесь указательный палец надавливает вот на эту часть карты. И выдвигает ее вот так. То есть вот таким вот образом. Все это нужно сделать вместе. Раз. Два. Все. Проявили. После этого забираем все это дело. Показываем зрителю. И кладем наверх колоды. И говорим, что это не совсем удивляет. Потому что все делаю я. Я все-таки фокусник. Мне это легко дается. И теперь все это будет делать зритель. Каким образом? Для начала мы должны убедить зрителя, что эти карты мы убрали. Как будто они нам не нужны. Как я это делаю? Я делаю несколько подснятий. Сохраняя их сверху соответственно. Как это делается? Давайте я переверну одну карту, чтобы было легче следить. Смотрите. Подснимаю. Делаю swing cut. То есть большой палец здесь. Средний здесь. Указательный придержит. Указательный поднимает пол колоды. И отдает в левую руку. Ставим мизинец. И еще нескольких таких подснятий на мизинец. И после этого просто снимаем с мизинца. Раз. Два. Готово. Далее. Также можно это добавить riffle шаплом. Вот так. То есть в скорости это выглядит так. Вот вы взяли, проявили эти четыре девятки. И говорите так. Ну теперь давай попробуешь ты. Потому что я все-таки фокусник. Мне это легко делать. И вы это делаете именно за разговором. Не надо это показывать. Типа смотри я уберу эти девятки. Просто. Просто замешиваем. И теперь мы делаем следующее. Мы подснимаем колоду вот так. Ставим мизинец. Накидываем еще несколько раз. И говорим зрителю сейчас скажи мне стоп. И вы должны уловить момент, когда зритель говорит стоп. В основном это приходит с опытом. Эту штуку нужно действительно попрактиковать. Потренируйтесь на родных, на друзьях. И вы поймете в какой момент вам нужно скидывать карту с нужным таймингом. То есть смотрите. Сейчас скажи мне стоп. И за этот момент вы должны сделать где-то два подснятия. Но вы все еще держите брейк. После этого я делаю еще одно-два максимум. В принципе практически всегда одно. Это выглядит вот так. Сейчас скажи мне в любой момент стоп. И где-то здесь зритель уже говорит стоп. Но здесь вы замедляетесь. И у вас есть два варианта. Если зритель говорит стоп здесь, я уже снял с брейка. Мы показываем вот эту карту. Если же зритель сказал стоп через одно подснятие. Вы показываете вот эту карту. Не надо писать в комментариях то, что. А что если не получится, что мне делать? Ребят, просто запомните. Вот те, кто так пишут, вы фокусники без яиц. Вы никогда не продвинетесь в жанре. Эту вещь я показываю на корпоратах. На выступлениях. И абсолютно не боюсь ее показывать. Вам нужно просто попрактиковаться. Попоказывайте это друзьям и родным. И вы удивитесь, насколько зрители глупые. И всегда попадаются на этот прием. Это как классическое форсирование. Просто попробуйте. После этого вам нужно вернуть оставшиеся карты на место. То есть смотрите. Если вы остановились таким образом, то что девятка оказалась здесь. Вам нужно взять эту пачку, положить наверх. Чтобы девятки были сверху. Если же вы остановились так, то что девятку вы показали вот здесь. Откладываем. И вот эту пачку кладем наверх. Чтобы девятки остались на нужном месте. Что мы делаем далее? Мы взяли эту девятку. И делаем следующее. Смотрите очень внимательно. Теперь, в момент, когда мы поднимаем эту девятку. Зритель здесь удивлен. Все его внимание вот здесь. Мы ставим брейк на одной верхней карте. Это одна из девяток. Абсолютно не важно какая. Взяли. Положили сверху. И теперь поднимаем пол колоды. Придерживая большим пальцем эти две карты. И указательным пальцем просто вот так вот эти две карты отправляем в центр. Якобы говорим просто то, что... Ну давай эту девятку теперь уберем в середину. Сложного здесь ничего нет. Мы просто убираем эти две карты сюда. Итак, мы их убрали. Ставим поверх них мизинец. И накрываем. Теперь мы просим зрителя сказать стоп, пролистывая колоду. Зритель говорит стоп. И как только вы слышите букву С, вам нужно сразу снять с вашего мизинца. То есть мы пролистываем медленно верхнюю часть. Зритель говорит стоп. И мы снимаем с мизинца. Кладем верхнюю пачку вот сюда. И после этого просим зрителя взять сколько-то карт и вот так вот подснять в сторону. Смотрите, сейчас у нас здесь две девятки и здесь две девятки. Зритель подснимает раз. Теперь мы просим взять сколько-то карт и положить сюда. Два. У нас получается вот такая вот ситуация. Здесь две девятки и здесь две девятки. И нам нужно это как-то проявить так, чтобы они оказались наверху каждой стопки. Как это делается? Я беру вот так вот эти две карты. Приподнимаю. Эту карту я сравниваю с моей пачкой в руке и кладу вот так. А эту карту я кладу в сторону на одну пачку. То есть смотрите. Раз. И после этого остается только перевернуть вот эти. И все. Давайте еще разок. Раз. Два. Все. Фокус закончен. Несколько видео назад мы разыгрывали колоду Bicycle Standard. Самая классическая, офигенная колода для показа фокусов. И мы разыгрывали ее вместе с нашим спонсором, магазином 54cards.ru. И сейчас вы видите комментарий победителя. Ты получаешь эту колоду, напиши мне в личку ВКонтакте и мы тебе ее отправим. Ну и разумеется еще один розыгрыш колоды Bicycle Standard. Все просто. Нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий. Вы уже участвуете. Скоро будут итоги этого розыгрыша. Поэтому смотрите каждое видео. Нажмите на колокольчик, чтобы их не пропустить. Ну а с вами как всегда был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока.